ну что программа перезагрузка началась сегодня я надеюсь вы уже прочли первый пост и знаете о том какое домашнее задание у вас на эти выходные для кого-то это будет самое сложное задание для того-то самое легкое потому что на самом деле мы женщины иногда не знаем как отдыхать мы отдыхаем так что нам потом приходится еще раз отдыхать от нашего отдыха и связи с этим сегодня у нас в гостях как я и обещала женя белл женя здравствуй женя является сертифицированным нлп мастером она также обладает бакалавром психологии но самое интересное для нас она является сертифицированным преподавателем интегративной йоги которая является своеобразным миксом цигун и инь йоги женя что мы сегодня будем делать здравствуйте я сперва хочу извиниться для мой русский я постараюсь сегодня мы будем делать практика называется нади шутхана или по-русски альтернативные носовое дайханьи это одна из самой популярной практики для быстрый релаксации и внутренней баланса женя поделилась со мной перед этим и мне хотелось бы обязательно рассказать вам обо всем чем может помочь нам эта практика потому что список у нее действительно очень длинный как сказала женя это помогает балансировать эмоциональное состояние поможет нормализовать сердечный ритм даже может помочь нормализовать нам свое давление выводит токсины из организма может помочь вам если у вас проблемы со сном а также если вы не можете сфокусироваться эта практика также способна вам помочь ну и самое главное как перед этим сказала женя создает внутреннее спокойствие мне кажется именно этого нам иногда очень сильно не хватает поэтому выважение пал именно на эту практику женя сколько займет времени данная практика эта практика можно делать только несколько минут но если кто-то нужно побольше можно продолжить то есть много времени нам для этого не а кому нельзя делать практику если какие-то противопоказания нет противопоказания нет каждым нужно делать это практику даже людей которые чувствуются не очень здоровой они чувствуют лучше лучше и что нам для этого нужно специальное место оборудование что нужно для этой практике просто желание делать это практику и может быть оставьте телефоны и современные техники на стороне то есть девочки никаких оправданий у вас сегодня нету поэтому ставим телефон напротив как вы видите ничего сложного мы также находимся дома свободная спокойная домашняя одежда убираем сторонку телефон и гаджеты чтобы нас ничего не отвлекало во время практики сейчас сначала же не покажет особенности а потом мы все вместе сделаем эту практику я буду делать вместе с вами я хочу извиниться снова я буду говорить сейчас по-русски и татьяна нам поможет периодически же не будет говорить по-английски тогда я буду переводить а самый простой же не будет говорить по-русски и тогда все будет понятно для эту практику мы надо сначала взять английский то есть мы садимся ровно постарайтесь чтобы ваш позвоночник был ровненьким спинка ровненько но при этом вы должны чувствовать напряжение то есть вы выпрямились но вы расслаблены шея и спина у вас спокойно и расслаблены и расслаблены we're going to use our right hand and we're going to play with our fingers and the in this index finger and middle finger are going to be together the ring finger and the pinky finger together together the two fingers we're going to place either between our eyebrow or this help more for people who want to focus and concentrate or if it's difficult just bend the fingers the turn we're going to place on our right nostril and the ring finger on the left nostril and we're going to breathe close in open our nostril and breathe simultaneously мы будем для этой практики будем использовать правую руку указательный палец и средний палец мы ставим посередине бровей чуть выше пример вот так вот и большой палец мы ставим на правую ноздрю оставшиеся два пальца мы ставим на левую ноздрю для кого это сложно мы вот эти два пальца загибаем и у нас получается вот такое положение вы должны поставить пальцы так чтобы у вас была возможность в нужное время закрыть ноздрю то есть мы будем по перемену дыхать выдыхать именно для этого и если вы устали в процессе практики или вы знаете что вы возможно устанете вы знаете себя лучше вы можете подпереть правую руку левой чтобы вам было удобно и чтобы рука у вас не устала во время практики хотя это две три минуты но для каждого это по-разному начнем начнем давайте начнем давайте начнем поставьте палки как вам удобно я думаю что когда глаза закрыты мои побольше спокойной кому удобно закрываем глаза я закрою да я думаю что сейчас просто пальцы и стороне ноздры то есть мы сейчас не перекрываем нос мы просто дышим для начала три раза просто дыхать и выдыхать спокойно дыхать выдох вдох вдох выдох вдох вдох выдох вдох вдох закройте правой стороне выдох слева вдох выдох как Закройте левый, откройте правый, выдох с правой. Вдох с правой. Закройте правый, выдох с левой. Вдох с левой. Закройте левый, выдох с правой. Вдох с правой. Закройте правый, выдох с левой. Вдох с левой. Закройте левый, выдох с правой. Вдох с правой, закройте правый, выдох с левой. Вдох с левой, закройте левый, выдох с правой. Вдох с правой, закройте правый, выдох с левой. Вдох с левой, закройте левый, выдох с правой. Вдох с правой, закройте правый, выдох с левой. Вдох с левой, выдох с правой. Откройте две ноздры, вдох с две ноздры, выдох с две ноздры. Вдох с две ноздры, выдох вместе. Вдох с две ноздры, выдох вместе. Сейчас отпустите правой рукой и откройте глаза. Это первый круг. Кто хочет, можно противожить. Дальше. Дальше. То есть, если у вас стресс, если вам плохо спится, вы можете это проделать ещё раз. То есть, сначала вы делаете три глубоких вдоха полностью, потом вы делаете попеременное дыхание, как только что показала Женя, затем вы снова делаете вдохи полностью, и потом снова вы можете продолжить дыхание. Я хочу добавить что-нибудь больше по-английски. Женя сказала о том, что эта практика, то, что она показала, это для начинающих. Там есть более сложные практики дыхания, которыми, я надеюсь, мы ещё успеем, Женя успеет с нами поделиться. И в тех практиках более усовершенствованных, скажем так, у них ещё больше пользы. Я надеюсь, что вы получили удовольствие, я надеюсь, что вы будете пользоваться этими знаниями, которыми с нами поделилась сегодня Женя. И хочу поблагодарить Женю. Женя, спасибо большое за то, что ты пришла, нашла время для нас, и за то, что делишься своими знаниями. Спасибо, Татьяна. Большое спасибо для ваше время. Для меня было удовольствие работать с вами. Будет удовольствие, встретимся снова. Спасибо. Ну, а всем тем, кто сделал с нами практику, вы знаете, что следующее видео от меня будет в понедельник. Отдыхайте, делайте домашние задания, наслаждайтесь практикой, и до скорых встреч. Пока. Пока.